Доброе утро, мистер Каммингс. Привет, как дела, Тим? Проблемы? Да нет, всё как обычно. Хэнк, я знаю вас всю жизнь, и так рассержены вы бываете только когда что-то угрожает вашей семье. Да, похоже, ты отлично меня знаешь, Тим. Это насчёт Бена? Он снова обидел Мэг? Бен обидел Мэг? Да. Нет, ты знаешь, Бен никогда не обижал Мэг. Это всё какие-то мелочи, которые все усажняют. Вроде психованного брата-близнеца, или мёртвой жены, которая вдруг воскресла. А теперь ещё ребёнок. Что? У Бена и Марии есть ребёнок. Не может быть? Да. Да, когда Мария исчезла, и все считали её мёртвой, она на самом деле жила в Сейтле и родила там ребёнка. Это невероятно. И не говори. Она даже не помнит последние пять лет своей жизни. И эти пять лет она заботилась о ребёнке по имени Бенжи. Бенжи? Да, никто ничего об этом даже не слышал. И вдруг в последний момент всё выясняется. Именно тогда, когда они втроём собираются в Доминиканскую республику, чтобы оформить развод. Так что вы говорите, этого теперь не будет? Нет. Хэнк, если Мария ничего не помнит, откуда вам стало известно ребёнке? Ну, женщина, которая привезла ребёнка из Сейтла, нас просветила. Что за женщина? Я не Бенжи. Именно она заботилась о нём, когда Мария исчезла. Но эта женщина будет, правда? Да, так думают все, кроме короля отрицаний. Бена. Ты знаешь... Иногда я думаю, как было бы хорошо вернуться обратно к простой жизни в Канзасе. И ты знаешь что? Если бы ты не испортил всё с Мэг, все мы сейчас жили бы спокойной жизнью дома. Ты знаешь это? Да. Ладно, забудь об этом. Невозможно повернуть время вспять. Ну, не знаю, Хэнк, может быть и возможно. Если у Бена и Марии есть сын, это может отводить Мэг от него и привезти её ко мне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!